В Самаре готовится масштабно отметить День города. В том числе колоссальную работу проводят и с детьми. Во всех школах Самары проходят тематические классные часы. А уже на эти выходные подготовлена яркая и насыщенная программа, которая в этом году растянется аж на три дня. Все самое интересное начнется, как всегда, в пятницу вечером и продлится до конца воскресенья. Джаз – это великолепная музыка, музыка, искусство талантливых исполнителей для талантливых слушателей. Я думаю, что талантливые любители джаза соберутся и на фестивале в честь Дня города. Как настроены перед фестивалем? Ну, волнительно, всегда волнительно. Это как перед экзаменом. Потому что цели и задачи очень высокие. И мы должны, ну, как обычно всегда говорят, не упасть грязь лицом. Понятно, что мы подготовились на все 120 процентов, сделали максимально все, что от себя зависели. Ждем артистов на самом высоком уровне в плане приема. А вот то, что традицию задал в свое время Дмитрий Азаров, губернатор, это как-то вас подогревает? Вы понимаете, это же самый главный экзаменатор. Это же, ну, то есть оценивается на очень высоком уровне. Потому что и до нас, и мы тоже проводили все эти джазовые фестивали. Они очень проходили на высоком уровне. И всегда организация была у Самары хорошая. Поэтому нам надо не останавливаться, а задать планку еще выше. И задача стоит, чтобы город увидел, ну, нечто новое. Но все-таки вот эти вот любимые какие-то моменты, они остаются? Вот, которые зрители с каждым годом принимают? Мы, смотрите, мы стараемся делать программу разнообразную. То есть мы от классического джаза до современного джаза. А перед сценой будет место, где самарцы могут потанцевать? Обязательно, конечно, конечно. Мы всегда оставляем место для джаза. Хотя для очень многих, и мы меняем это направление для очень многих, что джаз это филармония, это какой-то там театр. Нет, джаз это вообще клубная музыка изначально. Это клубная музыка. Под нее всегда танцевали. Джазовый концерт всегда должен заканчиваться весельем, танцами, неким таким отрывом. И чтобы ты там весь там вспотел, говорю, ох, вот это да, вот это концерт. То есть в пятницу вечером на этой неделе город будет танцевать? В пятницу вечером город будет культурно развиваться, танцевать, веселиться. Калейдоскоп из праздничных мероприятий откроет джазовый концерт на склоне площади Славы. Так сложилось исторически, что Самара один из самых джазовых городов в России. В начале 60-х она замыкала тройку лидеров и находилась сразу после Питера и Москвы. Любовь к джазу сохранилась у самарцев и сегодня. Взять к примеру хотя бы проект «Культурное сердце России». На протяжении всего лета на Самарской набережной джазовые коллективы давали концерты, а самарцы с удовольствием в них участвовали. Вспомнить летние эмоции и насладиться сразу несколькими жанрами джаза, включая старый и добрый, можно будет начиная с 18.00. А концертная площадка уже готова встречать гостей.